Всем здравствуйте, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса, меня зовут Алексей Красиков. Честно сказать, я сейчас хочу дать вам материал, который многим изменит понимание сути вашей проблемы касаемо вегетососудистой дистонии, панических атак, фобий, переживаний за собственное здоровье и что такое невроз. Многие мне пишут письма, их очень много, и на Спрашиваю.ру, и в Почте, и ВКонтакте. Вы путаете невроз и симптоматику. И я сейчас вам хочу показать схему, которая раз и навсегда ответит на то, что такое невроз, а что такое симптоматика, которую вы называете вегетативные симптомы ВСД или любые фобические проблемы. Вот после этой схемы, я думаю, что вот по-другому объяснить, что такое невроз нельзя. Таких схем у меня много. Я сейчас готовлю программу, которая будет называться «От невротических симптомов до личного успеха». Эта программа будет идти примерно 5-6 месяцев. И эта программа насчитывает в себе примерно 20-25 занятий, в которые входит и работа с симптомом. Сейчас вы это увидите. Вот фактически я сейчас вам нарисую суть моей программы. Она называется «От невротических симптомов к личностному успеху и развитию». Итак, смотрите. Давайте по порядку тогда всё. Я не смогу в этом ролике вам много рассказать о детстве, о ещё чём-то, да? Но я вам просто покажу, что такое невроз и где панические атаки и фобии. Итак, смотрим. Есть наше детство. Детство. В этом детстве формируется определённая система убеждений. Убеждения. Убеждения. Что такое убеждение? Детство – убеждение. Убеждение. Много об этом будем говорить на занятиях. Что такое хорошо, что такое плохо, правильно, неправильно, надо, не надо, как должно быть и как не должно, как люди должны и как я должен или не должен. Здесь формируется очень важная структура. Очень важная. Вот тут уже сформировался ваш невроз. Но это ещё не невроз. Смотрите. Дальше является ваша стратегия. Под названием «Как я буду эти убеждения реализовывать?» Стратегия. Стратегия. Как я должна жить, и как люди должны жить, и как я, чтобы реализовывать эту стратегию. А дальше возникает следующая проблема. Возникает жизнь. И вот, в принципе, каждый человек так живёт. Любой. Я, вы, Паша, Маша, Петя, Жора. У него есть детство, у него есть система убеждений, у него есть стратегия, как он будет жить, и дальше у него есть жизнь, с которой он сталкивается. Правильно? Правильно. Где же тут панические атаки? Панические атаки здесь находятся следующим образом. Смотрите. Почему у кого-то есть, а у кого-то нет? Если у человека слишком жёсткая система убеждений, как мы говорим, невротично-жёсткая, тут может быть много разных вариантов. И личностные расстройства, и невротические расстройства, и более сложные, и менее сложные. Всё это вот здесь, вот здесь формируется. Чем жёстче система убеждений, тем жёстче невротическая проблема начнётся дальше. Смотрите. Затем он начинает жить с этой невротической системой убеждений, реализуя свою стратегию. И начинается зона дискомфорта. В жизни начинаются происходить ситуации, люди начинают вести себя не так, как он хочет, не так, как он понимает. Он начинает вести себя не так, как он хочет. Жизнь не такая, как он хочет. Вот здесь формируется дискомфорт. Внимание. Слушаем внимательно. Вот здесь формируется дискомфорт. Потому что сталкивается система, как должно быть, и как есть на самом деле. Вот на столкновении вот этих вот убеждений и реальности формируется очень сильная зона дискомфорта. Внимание. Как эмоционального, так и телесного. Вот здесь вот и формируется телесное проявление дискомфорта. Телесное проявление невроза, как мы говорим. Ваше любимое вегетососудистое. И панические атаки в том числе. Именно, то есть фактически, вегетососудистое дистония, паническая атака и все телесное, это обычное здоровое проявление эмоционального дискомфорта. Это всего лишь навсего проявление дискомфорта. А теперь смотрите, что такое невроз. Невроз – это не панические атаки. Вот это не невроз. А теперь что делает человек? Человек начинает придумывать альтернативную стратегию, чтобы обойти зону дискомфорта. И вот тут есть два варианта. Либо он придумывает симптоматическую стратегию. У меня панические атаки, я уволюсь. Я не пойду на улицу и так далее. Симптом. Либо это будет симптоматическая стратегия, и это будет фобический невроз. У меня ВСД, я сначала выздоровлю, а потом начну решать эти проблемы. Он начинает придумывать стратегии симптоматические. И мы это называем вторичной выгодой симптома. Либо он начнет жить невротично. Ну, например, усиливать как-то давление. Усиление или избегание. Или избегать. Ну, например, чтобы не быть в зоне дискомфорта, я должен заработать больше денег. Чтобы не быть в зоне дискомфорта, я должен избегать публичных выступлений. Чтобы не быть в зоне дискомфорта, я должен избегать. Или я должна предупредить, контролировать. Тут формируется контроль, тут формируется избегание, тут формируется навязчивое поведение и так далее. Либо с помощью симптомов «не пойду, потому что». Но в любом случае неврозом называются вот эти красные стрелочки. Вот невроз. Невроз – это поведение в среде, потому что что-то вызывает, как мы говорим, фрустрацию или дискомфорт, который личность не может преодолеть. И то, что здесь возникают панические атаки или вегетативная проблема – это не главная мишень. Поэтому, когда вы занимаетесь терапией, панических атак и исцелением от этого, не меняются ваши невротические стратегии жизни. И любая другая ситуация, повергнув вас опять в эмоциональный дискомфорт, вызовет опять симптомы. Теперь понятно, почему у вас постоянно есть вегетативные напряжения. Нет панических атак, но постоянно есть проблема. Понятно почему? Потому что день за днём вы сталкиваетесь с жизнью, которую вы интерпретируете как зона дискомфорта, потому что сталкивается система убеждений. И работа моя, вашего покорного слуги, заключается в том, чтобы работать с вашей системой убеждений, потому что разрабатывая вашу невротическую систему убеждений, мы можем повлиять на то, что жизнь будет менее дискомфортна. Обстоятельства будут менее дискомфорты. И вам не нужны будут ни симптоматические стратегии, ни невротические стратегии, чтобы это обходить. Понятно? Потому что в этих стратегиях очень много изоляции, очень много самокритики, очень много стратегий, которые мешают вам жить полностью. Ну, например, я не буду публично выступать, я не поеду туда, я буду всё контролировать и так далее, и тому подобное. Все эти стратегии невротичны, это и есть невроз. Поэтому то, что с вами происходит телесно, дорогие мои исцелители от ВСД, или исцеляющиеся от ВСД, ВСД – это всего лишь навсего телесное проявление эмоционального дискомфорта, который вызван жёсткой системой убеждений, которые сформированы в детстве. И вот это тоже здесь очень важно, понять, как это сформировалось, только потом. Конечно, работая с паническими атаками и так далее, здесь нам детство не нужно, потому что здесь всего лишь надо понимать вот здесь кое-что. Но сам по себе невроз – это поведение. Это поведение в среде, минуя зону дискомфорта. Я надеюсь, что вы стали более точно понимать, что такое невроз и симптомы. Спасибо.